11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». В студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня вторник, 17 июля. И по традиции мы с вами сегодня будем два часа. Во втором части будем поднимать, как и в первом, между прочим, социально важную тему. Две социально важных темы. Архи-архи социальных, я бы сказал. Тарифы. Тарифы на повестке дня. Да. Поговорим о оплате за коммунальные услуги. Можно ли сэкономить? Можно ли найти место, где без комиссии взымается эта плата? Очень важная тема, между прочим. Не только сэкономить деньги, но и сэкономить время. Мы будем говорить еще раз о тарифах. Как оплачивать тарифы ЖКХ наиболее удобными способами после 12. После 12. Внимание. А в первом части мы будем говорить о новом порядке обращения с коммунальными отходами. И тоже будем говорить, главное, о тарифах. Как они формируются. Сколько и за что будем платить. Может быть, сегодня не столько будем говорить о том, сколько, поскольку еще не утверждены тарифы. А вот как эти тарифы формируются, мы решили, что нужно разжевать подробно. И для этого пригласили сюда специалистов. У нас в гостях Ирина Торопова, генеральный директор компании Куприт, представитель единого регионального оператора по обращению с ТКО. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Добрый день. Ну и Максим Михайлов, руководитель региональной службы по тарифам Кировской области. Максим Владиславович, здравствуйте. Добрый день. Это тот человек, который нам все сейчас и будет пояснять и раскладывать по полочкам. Надо сказать, что я попросила Максима Владиславовича и Ирину Владимировну прийти к нам в эфир. Прямо на площадке «Так-то да», которая была проведена несколько, пару недель назад по инициативе Общественной палаты Кировской области, совместно с Общественной палатой Российской Федерации, где обсуждали как раз эту тему, не только формирование тарифов, но вообще, что делать с мусором с разных сторон. Поскольку реформа вступила в действие уже практически, активный этап начнется в следующем году, но и сейчас идет формирование, доформирование всех возможных необходимых правил. Так вот, когда, Максим Владиславович, вы представили презентацию о том, как, собственно говоря, формируется тариф регионального оператора, меня она очаровала своей простотой и понятностью тогда. Но вот эта простота и понятность, она в наших головах возникает обычно, если мы там на месте обывателя, спустя достаточно долгое время после того, как уже квитанции начинают приходить. А хорошо бы готовиться заранее. То есть вот когда перед тем, как к тебе приходит квитанция с новыми цифрами, понимать, что, собственно, к тебе придет, к чему готовиться, почему ты платишь, как ты должен это осуществлять, чтобы не возникало потом вопросов и тревог. Вот мы цикл таких программ с подачей Куприта открыли еще в конце мая в программе Урбан и поддерживали их программах «Дневной разворот» и обсуждали в особых мнениях, проблематику обсуждали, там вопросы ставили, обостряли. Сегодня у нас другой эфир, вот чисто просветительский, все разложить по полочкам. И вот второй слайд, который я, вот сейчас у меня на столе лежит распечатка, и у Володи тоже распечатка презентации, главный вопрос о тарифе, обозначил Максим Владиславович в своей презентации. Первый, сколько будем платить? Второй, за что будем платить? Я предлагаю не отклоняться от курса и прямо идти по вот этой презентации, которая у вас есть, и даже с вашего позволения, если это возможно, ее выложим потом на сайте, чтобы люди заходили и смотрели. Мы это сделаем, вот буквально на сайте eho.kirova.ru, сегодня вечером выложим эту презентацию, и каждый после нашего эфира сможет зайти и еще раз полистать, и себе скачать куда-нибудь, чтобы под рукой всегда была эта методичка. Итак... Какую страницу, ты сказал? Вторую? Вторую-то я уж перелиснула. Сроки утверждения единого регионального тарифа и реки. Да, я предлагаю все-таки сейчас озвучить точно, четко срок, когда мы все будем знать, что за тариф. Ну, предельный окончательный срок, который установлен законодательством, это не позднее 20 декабря 2018 года. Другое дело, что никто не собирается до последнего тянуть, и есть желание как можно быстрее установить тариф после того, как будут все необходимые процедуры со стороны регионального оператора пройдены, недостающие в настоящее время материалы до внесены в региональную службу по тарифам. Мы это все дело рассмотрим, и желание есть, ну, честно говоря, в ноябре уже там каким-то цифрам прийти и устанавливать. Конечно, да, потому что 20 декабря это предельный срок установления вообще всех тарифов на коммунальные услуги, на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электрика, там тоже к концу года нами должна быть утверждена. Конечно, там такой вал тарифов в последние дни, установленное законодательством, невозможно просто установить там одним днем. В общем, не хотелось бы, чтобы все в куче это было? Конечно, да, поэтому, учитывая, что региональным операторам уже работа ведется так активно, и материалы постепенно там предоставляются, даже недостающие, мы планируем в октябре-ноябре плотно над этой заявкой поработать и утвердить тариф. Ну, вот этапы, которые здесь обозначены в презентации, их тоже нужно озвучить. Начинается все с того, что не позднее 30 апреля должно было быть подписано соглашение об организации деятельности с региональным оператором. Это сделано. Есть, галочку поставили. Да, да, я хочу сказать, что соглашение было подписано 24 апреля текущего года, и предприятие Куприд было присвоено в почетное звание региональный оператор. Конкурс прошел, подали заявку, все по закону сделали, заключили. Абсолютно, в соответствии с законодательством, и после проведенной проверки прокуратурой, министерства, результаты конкурса были признаны действительными. И мы об этом говорили в наших эфирах. Мы об этом говорили. Дальше, второй этап. Не позднее, 1 июля направление региональным оператором в региональную службу о тарифах по тарифам Кировской областной тарифной заявки. Но в этот момент, когда уже должны были быть сданы все документы, вдруг появился какой-то новый документ от федеральных ведомств, который заставил регионального оператора доносить документы. Я права? Министерство экологии там не совсем, наверное, так. Потому что одна из составляющих тарифа, из которой будет складываться стоимость услуги, это транспортные расходы. Поскольку транспортные расходы у нас по соглашению определяются в соответствии с требованием проведения конкурса в виде открытого аукциона. Мы сейчас занимаемся подготовкой этого конкурса, но учитывая то, что затраты эти приобретают форму крупной сделки для акционерного общества, нам еще необходимо получить согласование акционеров. Поэтому сейчас, даже вот сегодня, будет заседание рабочей комиссии по согласованию и утверждению конкурсной документации. То есть конкурс это процедура, которая требует по регламенту времени достаточно продолжительного времени. Поэтому конкурс этот будет проведен, он будет проведен в конце сентября месяца. Поэтому по результатам проведенного конкурса и аукциона мы региональную службу по тарифам представим все документы по заключению договоров. И вот тогда в конце сентября месяца вы предоставите все документы и нам поясняет Максим Владиславович, что достаточно будет месяца, чтобы в ноябре сформировать тариф. Да, я думаю, что к тому времени все остальные затраты уже будут проверены, затраты регионального оператора. Кроме того, будут сформированы тарифы по полигонам захоронения, которые тоже устанавливаются, но они используются для взаиморасчетов только между региональными операторами и полигонами. Все документы, которые сейчас Куприд предоставляет в РСТ, они проходят проверку. Каждая циферка, которая предоставлена, вы должны посмотреть, насколько она обоснована. Абсолютно все так. Даже и наши собственные затраты, которые будут также точно включаться в тариф, они все будут очень тщательно проверены соответствующей нашей региональной службой по тарифам. А вот здесь, Максим Владиславович, поясните, пожалуйста, вы когда проверяете тарифы, вы как-то сравниваете вот эти цифры, которые предоставляет региональный оператор, вы смотрите обоснования, которые оператор предоставляет, или еще сравниваете с какими-то средними показателями, которыми, например, у вас федеральное ведомство... Есть какие-то методические рекомендации, возможно, да, сверху? Ну, расчет тарифов, в принципе, по методическим рекомендациям идет. Что касается сравнения, то там зависит от статьи затрат. То есть для подтверждения ряда затрат необходимо, как вы уже говорили, проведение конкурсных процедур. То есть мы обязательно смотрим результаты проведения конкурсных процедур. По ряду затрат необходимы подтверждения, ну, допустим, по оплате труда, это штатное расписание и сформированный фонд оплаты труда на основании, там, отраслевых тарифных соглашений или среднего уровня оплаты труда, который принимается в Кировской области для расчета, нормативы численности, которые также рассчитываются. То есть отдельно по каждой статье затрат есть какое-то подтверждение. Это либо нормативы, либо результаты проведения конкурсов. И еще раз тогда акцентируем, что в конце ноября будет сформирован тариф на услуги регионального оператора, и он будет озвучен. Каким образом он будет донесен и озвучен до потребителя? Ну, во-первых, учитывая социальную значимость, я думаю, что мы не раз еще на площадках общественной палаты встретимся. Да и ваши коллеги не раз наверняка комментарий попросят еще до утверждения тарифа. Но мы в студии еще будем приглашать, конечно. Во-вторых, у нас есть обязательства о том, что мы публикуем каждое из своих тарифных решений в течение нескольких дней после его утверждения. Публикация происходит и на нашем сайте, и на сайте правительства Кировской области. Поэтому вот таким образом мы обеспечиваем вот эту информационную открытость. Ну, внимательно, конечно, читайте в это время в конце ноября СМИ, и электронные, и бумажные, и радио, и телевидение. Все, безусловно, будут об этом говорить. Пауза? Да, прежде чем мы уйдем сейчас на паузу, надо сказать, что у нас есть опрос в нашей группе ВКонтакте. Звучала сумма для кировчан. Примерная плата за услуги по вывозу мусора в 150 рублей с каждого человека с 1 января 2019 года. Я поясню все-таки до 150 рублей. Не более 150, это говорила Ирина Владимировна в нашем эфире в конце мая. Ну, и мы все равно, мы все время такие делаем срезы настроения населения. Что вы думаете сейчас по поводу этой цифры? Высокая считаете эту плату низкой, приемлемой для города Кирова? Мы говорим, какая сейчас ситуация в ВКонтакте? Очень показательно. 88% голосуют за вариант высокая. А вот мы сейчас будем рассказывать, за что мы будем платить. Прервемся на полминуты. Успеем, успеем поговорить. Да, потому что действительно всплывает много изменений. Вот как раз мне Ирина Владимировна напомнила тот документ, на который я нечетко сослалась, что изменения произошли прямо в момент уже, когда подавались документы на тариф. Это снижение платы с предприятия, я так понимаю, за негативное влияние на окружающую среду. Это снижение платы за негативное воздействие на объектах размещения. Я думаю, Максим Владиславович тут более точно даст вам информацию. А эти поправки, они как раз под эту систему принимались? Да. По единому оператору обращения с твердыми коммунальными отклонами. Да, это как раз постановление правительства принято с целью снизить обременение. Видимо, это конечная цель, да. Оно внезапно, прямо сейчас, в середине года поступило. 29 июня были подписаны изменения, и в соответствии с этими изменениями у нас значительно снижается плата за негативное воздействие на окружающую среду. Там сокращение в 7 раз происходит. И поскольку заявка региональным операторам готовилась еще до внесения этих изменений, она, соответственно, включает в свой расчет еще более высокую плату. То есть мы в любом случае и с учетом изменений законодательства также тариф должны будем пересчитать также в меньшую сторону по сравнению с предварительными расчетами. С тем, что было заложено в соглашении. А можем узнать порядок цифры, Владимир Владимирович? Такое предприятие, как Куприд на протяжении последнего времени, это годовая оплата или в какой периодичности? Ты о чем сейчас? Вот за негативное воздействие. Или его вообще не было, этой платы раньше? Нет, эта плата была, причем она рассчитывалась исходя из класса опасности, потому что это разное. Четвертый класс опасности это одна сумма платы. А первый выше, соответственно. А пятый класс опасности там все лучше. Я здесь дремучего обывателя играю в этой студии. Мы сейчас говорим о плате за негативную воздействие на среду, которая взимается с Куприда, как с предприятия. Она не только с Куприда, она взимается с тех предприятий, которые эксплуатируют объекты размещения, полигон. То есть эта плата взимается и включается в тариф на размещение отходов на объекты. И вот правительство Российской Федерации издало постановление, по которому эта плата с вас взимаемая будет снижена, а эта скажется в итоге на тарифе. В конечном итоге это повлечет в снижение общего тарифа регионального оператора. Второе, на что вы обратили внимание в перерыве. Мы сказали, что вот эта сумма, которая сейчас у нас фигурирует в вопросе, до 150 рублей с человека. На этом мы говорили, акцентировали, что не с квартиры, не с квадратного метра, а с человека надо было рассчитывать. То есть сейчас вы нам сказали, что рассматривается все-таки параллельно вопрос о том, можно ли и какую плату могли бы мы взимать, если бы с квадратного метра. Но на сегодняшний день у нас утверждены нормы накопления, исходя из расчета на одного человека. В соответствии с постановлением правительства применяются различные формы расчета норм накопления, в том числе и с квадратного метра общей площади. Поэтому сейчас все-таки для принятия окончательного решения нам нужно провести анализ стоимости этих услуг, исходя из расчета как на одного человека, зарегистрированного на площади, так и на один квадратный метр. Я думаю, что решение будет принято, решение будет приниматься государственными органами власти. Оно будет принято, исходя из сравнительного анализа и понятно, чтобы с целью снизить опять же нагрузку на население. У меня вообще это странно. А вам, как оператору, было бы проще, проще используя термин, с каким расчетом работать? Нам, по большому счету, нам можно работать и с такой формулой, и с другой. Но сложность в том, как нам сформировать вполне базу данных. Если принимать расчет, исходя из одного квадратного метра общей площади, базу данных будет получить, наверное, несколько проще. Потому что это не связано с персональными данными граждан. Для меня это нонсенс какой-то. Поэтому здесь очень много сложности. Не квадратные метры формируют мусор, а люди. Я не могу понять. У меня там, я одна живу в 300-метровой квартире, и я плачу за 300 метров? Или 10 человек там снимают или живут в одной квартире и платят за 50? Это очень странно, на мой взгляд. Но, тем не менее, методики расчета, они присутствуют, и они утверждены постановлением правительства. Но есть и другие вопросы. Для того, чтобы, предположим, многодетная семья, там, скажем, 5 человек, занимающие общую площадь 40 квадратных метров, для них тоже это обременительно. Поэтому и говорю, что сейчас рассматриваются два варианта. И окончательное решение, я еще раз говорю, будет принято нашими органами власти. Я буду очень удивлена. Это решение будет принято не с квадратных метров. Квадратные метры недвижимости производят мусор, а не люди, которые, собственно говоря, действительно его производят. Видимо, сейчас переходим подробно поговорить о составляющих. Это следующая страница презентации. Мы говорим о эволюции законодательства в сфере ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Просто время летит, надо видеть. Вот не задавай лишних вопросов. Всегда хочется углубляться. Придерживаться презентации, потому что это очень важно. Почему нам важно показать было изменение законодательства? Потому что даже сейчас именуются отходы по-другому. Мы говорили ТБО твердые бытовые, сейчас это твердые коммунальные отходы. И не просто так переименовали. Давайте прямо пройдемся по этому слайду. Ну, с одной стороны, конечно, можно по слайду идти. С другой стороны, наверное, наших слушателей загружать специальными формулировками. Давайте попроще. Ну, жилищная услуга, условно говоря, стала коммунальной. Суть в том, что да, раньше была жилищная услуга, а тариф нами, региональной службы по тарифам, утверждался только в отношении полигонов. Ну, то есть мест накопления и захоронения коммунальных отходов. Далее заключался в каждой управляющей организации договор на транспортировку с транспортными организациями. И эта часть уже не была никак контролируемой региональной службой по тарифам. То есть это была некая договорная цена. У всех она, конечно, складывалась по-разному. Сейчас, когда эта услуга переходит в разряд коммунальный, соответственно, под расчет тарифов попадает весь процесс обращения с отходами, начиная с их сбора, транспортировки и заканчивая обезвреживанием. То, что сейчас заложено управляющими организациями в расчет, ну, фактически платы за содержание и ремонт помещения, должно ими со следующего года быть, соответственно, исключено из расчета этой платы. Это очень важно. И в отношении новой коммунальной услуги, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, появится, ну, видимо, там отдельная строка в квитанции. Это очень важно. Это выгоднее, невыгоднее для обычных жителей. Давай мы это будем отдельно обсуждать. Нет, давай мы будем это отдельно обсуждать. Не успеем сегодня. Не успеем сегодня. Смотрите, итак, жилищная услуга, плата за сбор, вывоз, захоронение отходов, включается в состав тарифа на содержание жилого помещения, издевается с одного метра квадратного. Коммунальная услуга, плата в области обращения с отходами взимается с населением юридических лиц, исходя из тарифа за один метр кубический отходов с учетом нормы накопления отходов бла-бла-бла с человека или с квадратного метра и за весь процесс. То есть вот от первой точки до последней. При этом у вас из квитанции с 1 января 2019 года должна исчезнуть строка, которую там управляющая компания берет за вот эту коммунальную услугу. Она должна быть заложена уже в тарифах. Ирина Владимировна, чтобы уточнить. Небольшое уточнение, да. Эта строка не исчезнет, содержание наимжилья, она должна, стоимость этой услуги снизится. Содержание наимжилья. Да, она должна снизиться на сумму стоимости вывоза твердых коммунальных отходов. То есть можно будет подсчитать разницу? Важно. Вычесть и должно получиться. За управляшками своими надо будет следить. Мы тоже сделаем по этому поводу эфир. Следующий слайд. Поехали. Составляющие единого тарифа оригинального оператора. Четыре составляющих. Можно озвучить? Да, собственно, из того, что я до этого рассказал, поскольку у нас сейчас весь процесс обращения будет в тариф включаться, соответственно, туда входят и четыре составляющие. Первая составляющая – это расходы по захоронению обработки отходов, то есть это услуги полигонов. Вторая составляющая – это расходы по транспортировке отходов. Третья – расходы регионального оператора по заключению обслуживания договоров, поскольку региональный оператор сейчас со всеми образователями отходов, то есть физическими, юридическими лицами на территории Кировской области, должен урегулировать свои договорные отношения. И четвертая часть – это сбытовые расходы регионального оператора. Это расходы, связанные с платежами, с неплатежами населения, с работой над проблемой дебиторской задолженности. Сразу вопрос, Ирина Владимировна. Ирина Владимировна, что-то мне подсказывает, что здесь затраты оператора, они неровно распределены по четыре четверти. Какой самый затратный из них, хочется спросить? Самый затратный раздел – это раздел стоимости транспортирования отходов. Вот этот вот тот, до конца сентября, который должен быть решен. Тот, который будет разыгрываться на конкурсной основе. В процентном соотношении примерно к 100%. Это половина 50%. Это свыше 50%. Это свыше 50%. То есть это будет основной фактор, вот этот вопрос принципиальный будет до конца сентября решение? Да, это основной будет фактор, от которого будет зависеть окончательная стоимость услуг. Потому что мы все понимаем, что поскольку это будет разыгрываться на основе аукциона, вполне возможно, при заявлении участников более одного, тут может быть падение. Некая конкуренция, да, уже? Вот здесь нужно учесть тогда всем, кто размышляет о том, где строить новые полигонные площадки, что логистическое плечо, так называемое, длина вот этого транспортного пути – это самое затратное, что ложится в тариф. Вот чем дальше строим, чем дальше везем, тем больше мы с вами платим. Тем больше стоимость этой услуги. Потому что везут наш с вами мусор, который мы с вами образуем. Еще пара маленьких вопросов по этому слайду. Расходы регионального оператора по заключению и обслуживанию договоров. Сейчас нам Максим Владиславович сказал, что ложится, значит, эта обязанность на регионального оператора. Мы знаем огромные трудности на протяжении последних многих лет по заключению договоров, особенно в малых населенных пунктах. Почему там свалки образуются? Потому что частное хозяйство не заключает договоры. Это первое. Сдвинулось ли с мертвой точки? Сейчас люди активизируются ли в заключении договоров? Сейчас у нас прорабатывается возможность использования услуг биллинговой компании, поскольку ресурсы у предприятия для того, чтобы охватить все население, а это приблизительно миллион триста человек, население Кировской области, конечно, недостаточно. Поэтому мы прорабатываем сейчас, опять же, на конкурсной основе заключение договора с биллинговой компанией, которая будет производить начисление стоимости услуг для населения. Ничего не понятно, что такое биллинговая компания, кто они такие, как они ко мне попадут? Это как расчет на конституционный центр, который сейчас нам выставляет квитанции, да? А то, что по заключению договоров нашим предприятиям было осуществлено метод публичной оферты, то есть... Аутсорсинг? Биллинговая компания как бы на аутсорсе это делает у вас? Работает на вас? Она берет на себя нагрузку по заключению договора? Нет, не по заключению договора, а по начислению стоимости этих услуг и, соответственно, будет сопровождать нас в процессе, в случае заключения договора, в процессе формирования платежных документов. Рассылки, начисления, формирование квитанции, распечатка. А кто ко мне домой придет? Договор заключать. Они тоже рассылку будут. Договор заключать. Каждому жителю Кировской области совершенно не обязательно подписывать этот договор. При желании он может подписать и отправить по любым средствам связи. Нет, если у меня есть ТСЖ и управляющие компании, все понятно. Они будут этим, да, так или иначе, нет? Здесь будет уже в качестве публичной оферты, это имеется в виду, что каждый житель заключает договор с региональным оператором. Я не поняла. Что я должна сделать? Вы обязаны будете... Куда прийти? Вы обязаны будете оплатить стоимость квитанции. Ко мне придет квитанция. От Купри-то она придет? Да, она придет. Именно от регионального оператора. Я про другое сейчас спрашиваю. У нас сельские населенные пункты, да даже в черте города, где частный сектор, люди не заключали договоры на вывоз мусора. Поэтому там свалки раз. А во-вторых, господин Шихов, который представлял САХ у нас здесь в эфире, он говорил, что из 70 тысяч юридических лиц СЭПК, зарегистрированных в налоговой службе, более 60 не заключили договоры на вывоз мусора. Вот с этим-то что будете делать? Нет. На сегодняшний день законодательство обязывает все юридические лица заключать договор. И договор они обязаны заключить только с региональным оператором. Но они этого еще не сделали. Вот как это будет отрабатываться? Нет. Сейчас эта работа ведется. Поэтому, получив базу данных и ее внеся уже в нашу базу, мы будем рассылать договора с юридическими лицами. И в случае отказа подписания или что-то там просто будут уже применяться административные меры. Прервемся на полторы минуты и продолжим. Я думаю, что мы уложимся. Хоть у нас еще тут и пять слайдов. Ну что, товарищи, еще раз. Я, как обыватель, особо тупой и проживающий в частном доме, например. Ты проживаешь в частном доме? Например. Как-то ты за частный сектор больше переживаешь сегодня. Вообще, в частном секторе нормальные люди живут. Слово тупой конкретно ко мне относится. Потому что мне полторы минуты сейчас разжевывали, что будет с частным сектором по вывозу мусора и квитанции. Я так и не поняла. И я прошу вас прийти в другой эфир и нам разжевать все подробно. В общем, мы понимаем, что тут еще не на одну передачу разжевывали. Вместе с теруправлением. Они же тоже будут работать в этом направлении. Итак, товарищи, у которых частный сектор. Мы сделаем отдельную программу. Разживаем для вас все отдельно. И для меня тоже, чтобы я тоже все поняла. Итак, следующий слайд. Поехали. Расходы регионального оператора по захоронению, обработке и сортировке отходов. Ой, какие жаркие споры были на площадке так-то, да, в общественной палате. Насчет захоронения, обработки и сортировки. Но мы сейчас не будем вдаваться в сортировку и не будем вдаваться в переработку. Но пройдемся по тому, что вот есть на слайде. Это еще раз напоминаю, слайды будут выложены сегодня на нашем сайте. Это составляющие различных расходов, которые заложены в территориальную схему. А в территориальной схеме у нас в том числе и полигоны для захоронений, и новые, и старые, и все. Рассказывайте нам, Максим Владиславович. Ну, смотрите, любые расходы, в частности расходы по захоронению, обработке, состоят из двух составляющих. Первое – это расходы на обеспечение текущей деятельности. То, что надо ежедневно осуществлять. Платить заработную плату работникам полигонов, содержать технику, горюче-смазочными материалами ее там заправлять и так далее. И вторая часть – это так называемые инвестиции, то есть это новое строительство, расходы на новое строительство. Развитие, в общем. Ну, да. Так вот, территориальной схемой предполагались значительные инвестиционные расходы в создании вот этой новой современной инфраструктуры. Это строительство шести новых полигонов в территориальной схеме было, расширение двух существующих полигонов, дальше строительство новых карт захоронения отходов и строительство мусоросортировочных заводов и станций. Двух мусоросортировочных заводов, тринадцати мусоросортировочных станций. Это на весь регион, напоминаю. Это на весь регион, и это должно быть реализовано как раз в течение ближайших десяти лет на срок, на который как раз подписано соглашение с региональным амбинатором. Причем мусоросортировка до 2021 года должна возникнуть. Это буквально в ближайшее время. Да, да, я тоже хотел уточнить. Два года остается, три. Так. Все этим понятно? Ясно? Шесть новых полигонов до 28-го года. С 18-го, начиная за 10 лет, два существующих полигона будут расширены до 29-го года. Восемь существующих полигонов новых карт захоронения отходов. Ты знаешь, что такое карта захоронения отходов, Володя? Карта захоронения? Ниша какая-то? Не знаю. Ну, давай спросим у Ирины Владимировны. Карта — это определенный участок, земельный участок объекта размещения полигона, который имеет свое основание, противофильтрационный экран, дренажную систему для удаления фильтрата. То есть это основание, на которое складываются отходы, уплотняются, по технологии пересыпаются грунтом, и таким образом у нас получается захоронение и обезвреживание отходов. То есть захоронение может состоять из нескольких карт? Которые занимают различные площади. И еще раз, два мусоросортировочных завода, 13 мусоросортировочных станций, мусоропереработки пока не ожидается в Кировской области. Ну, ее нет в терр-схеме, значит, пока не ожидается. Поехали дальше. Расходы регионального оператора по транспортировке отходов. Ну да, мы сказали, что... Самые дорогие, более 50% стариф. Сказали, что самые затратные, да. Ну, собственно, точно так же есть расходы на осуществление текущей деятельности, то есть это заработная плата водителей и грузчиков, это расходы на ГСМ, на бензин, расходы связанные с уплатой налогов, с платоном, с страхованием, техническое обслуживание спецтехники, там, износ шин, там, обслуживание оборудования и так далее. И, опять же, значительная инвестиционная составляющая, которая включает в себя, ну, в соответствии с терр-схемой, предполагалось, во-первых, приобретение более 200 единиц техники, постепенно, в течение 10 лет, там, поэтапное обновление техники, приобретение новой современной техники специального назначения, это мусоровозы и бункеровозы. И, второе, это строительство 14 мусороперегрузочных станций. Необходимость в этих станциях связана с тем, ну, скажем так, с выбором оптимальных расстояний по пробегу как раз автотранспорта в целях экономии, скажем так, сокращения расходов. Да, поскольку у нас очень удаленные регионы есть, такие, как Лусский район, Подосиновский район, на которых на сегодняшний день объектов размещения полигоны нет, отсутствует. И транспортное плечо получается очень длинным. Для того, чтобы сократить эти расходы, предусматриваются мусороперегрузочные площадки, на которых свозятся из разных мест отходы, разгружаются там, перегружаются, потому что потом оттуда уже спецтехника, там предполагается уже большая контейнерная техника. Это, скорее всего, будут мультилифты, крюковые погрузчики, которые будут загружать объем, прессовать его и отвозить уже на полигоны. А вот здесь вот было сказано даже с элементами сортировки, ведь с 2019 года нельзя будет в одну кучу свалить как минимум бумагу, пластики и все остальное. Ну, а на мусороперегрузочных площадках предусматривается ручная сортировка. Ручная. Так и хочется еще в руки чешутся про технику поговорить. Что за технику планируете закупать? Да, 202. У вас были же переговоры. Это импортная техника, отечественная. Эти затраты заложены в затраты транспортной составляющей, поэтому вполне возможно, оплачивая стоимость этих затрат, операторы, которые будут выбраны, они будут вправе приобретать эту технику. Это не значит, что региональный оператор закупает эту технику и на каких-то условиях им передает. То есть вы в конкретных планах по марке машины не строите, да? Техзадание содержит требования? Пока нет, конкретного техзадания нет. То, что было принято в расчетах для соглашения, это предусматривалась современная импортная техника и наша отечественная. Поэтому там нет четкого регламента, что именно такие модели техники необходимо приобретать. Поехали. У нас еще два слайда и буквально две с половиной минуты. Расходы регионального оператора по заключению обслуживания договоров и сбытовые расходы. Это новая статья. Мы здесь уже в перерыве пытались нам пояснить тоже, Ирина Владимировна, что такое биллинговая компания и договор будет с кем заключен. Ну, собственно, вот на эти две статьи расходов, на заключение обслуживания договоров и сбытовые расходы, так ориентировочно придется где-то 5% от общего тарифа. То есть те две статьи, которые мы рассматривали до этого, это основная составляющая. Что касается расходов на заключение обслуживания договоров, то они предполагают, во-первых, единоразовые расходы на заключение первоначального договора в момент создания регионального оператора. Чтобы охватить полностью всех потребителей и всех собственников твердых коммунальных отходов. Мы можем назвать, какие компании в качестве кандидата на биллинговую рассматриваются? Ну, переговоры велись с компанией Т-плюс Энергосбыт. У них самая большая база. У них на сегодняшний день самая большая база. То, что опыт работы до базы есть и так далее. Но это не единственная компания. Было предложение от Почты России. Ой, правда? Что, что, нормально? Скорость получения квитанции мне тут вызывает вопросы, честное слово. У нас, давайте посмотрим итоги опроса. Напоминаем, что мы вас спрашивали, озвучена примерная плата за вывес мусора в Кирове в 150 рублей, как верхняя планка с человека с 1 января 2019 года. Вы считаете высокой, низкой или приемлемой? По-прежнему большинство, почти 90%, считают, что все-таки высокая. Это сумма до 150 рублей. Ирина Владимировна, по вашим прогнозам, до какого уровня она может все-таки опуститься в итоге? Или тут вообще загадывать рано? Я не могу вам сейчас даже прогнозировать. Я знаю точно, что это будет несколько ниже, но на какой уровень ниже? Я могу просто привести пример тех региональных операторов, которые уже начали осуществлять свою деятельность. В различных регионах эта плата составляет где-то от 95 до 114 рублей с человека. От 95 до 114? А в каких регионах уже работает региональная операторная? В Ивановской области, в Астраханской области, в Калужской области. Ну вот мы когда проводили эфир конкретно по этим 150 рублям, большинство людей, которые голосовали или звонили в эфир и высказывались, эксперты спрашивали, они требуют сразу внешних каких-то изменений. Например, новых мусорных площадок во дворах современных. Например, мусоросортировки, мусоропереработки, зеленых закупок, рабочих мест. То, что касается мусорных площадок и все, давайте не будем забывать, что в соответствии с требованиями законодательства, это зона ответственности органов местного самоуправления. И я думаю, что, наверное, будет не лишним на наши обсуждения приглашать и представителей органов местного самоуправления. Совершенно с вами согласны. Потому что это абсолютно их ответственность. Создание, содержание площадок накопления. Люди хотят мыслить широко, так же, как и президент нашей страны. Они хотят видеть будущее. И приятно им было бы, чтобы это будущее поскорее сбывалось. То есть они хотят видеть современное обращение, методику обращения с мусором и результаты ее самое главное. Понятно, что всем хочется пройти вот этот грязный этап сбора, сортировки. Они хотят видеть сразу красивую площадку, новые покрытия с использованием вторсырья, хотят видеть вот эту социальную рекламу и социальную нагрузку, готовые на себя брать. Это, наверное, неплохо, правда же? Конечно, это неплохо. Нам же придется много говорить, и мы уже говорим об изменении сознания по отношению к обращению с мусором. И продолжим об этом говорить. У меня такая фотография из Стокгольма есть, если не представляешь. Надо выложить сегодня в Facebook, чтобы люди посмотрели. Итак, Максим Михайлов, руководитель региональной службы по тарифам Кировской области, был сегодня у нас в гостях. Ирина Торопова, генеральный директор компании Куприд, единого регионального оператора в нашем регионе. Благодарим вас, коллеги. Будем продолжать разговор и о формировании тарифа, и об обращении с мусором, и вообще о поведении отношений. Ко всей этой реформе сейчас прерываемся на новости, тематические программы и рекламу. И в начале следующего часа вернемся снова с тарифами, но уже с другими.